Девушки отдыхают Папа не должен знать А, ты собралась потратить его деньги? Чепуха! Я пытаюсь помешать подружке папы тратить его деньги Эта Елена вертит им как хочет Они вместе только месяц, а она уже потратила его сбережения Он даже заложил магазин Ее нужно остановить, или мы разоримся Вот, возьми, это все, что у меня есть Если так пойдет дальше, она убьет его Погоди, что? Убьет? Так было с ее бывшими Они все умирали вскоре после того, как влюблялись в нее Чем докажешь? Как насчет четырех трупов? Все ее бывшие мертвы, кроме последнего Его зовут Джош Ему удалось вырваться из ее лап живым Уверен, он много может о ней рассказать Найди Джоша, расспроси его Может, это единственный способ спасти моего отца? Где найти Джоша? Он часто бывает у Фрэнка Надирается в стельку Обычно после заката Но уверена, он докажет, что Елена убийца Это дом твоей бабушки? Начались перебои с электричеством Тогда не ждите Встречается с этим? Ой, Яра Поговори со мной, сынок А видео все еще... Я ищу Джоша Что? Листние зубы? Его тут нет, слава богу Лучше в лифте с зараженным сидеть Чем с миротворцем задним столом Ты и твои синюшные друзья Отъебитесь от меня Я уже босс Я должен послать кого-нибудь Ебейся Нам с тобой не будет ищи другое место Черт, Федь всех забрал Так ты правда был в соборе святого Павла? Блять И что, слухи не врут? Не хочу с тобой разговаривать Ого Мой ангел-хранитель Ангел-хранитель? Не помоги ты мне с ренегатами Сидел бы я без работы Или того хуже Это заслуга Мэтта Эй, не скромничай Угощаю Я Николас Как дела в закусочной? В рыбьем глазе Лучше, чем все думали, когда Фрэнк открылся Через пару дней или миротворцы приберут к рукам Или ренегаты взорвут И? Никто ничего не взорвал Самое безопасное место в округе Нейтральная зона Сюда даже бандиты приходят бухнуть и проворачивать свои делишки Здесь людям можно ничего не бояться Все конфликты остаются снаружи Это славное место Хорошо знаешь Фрэнка Мы с ним не братья по оружию Но я знаю, что раньше он был чертовски крут Спецназовец Ночной бегун Не какой-то там хер с горы Но потом он повел людей в телебашню И все закончилось бойней После этого он снял форму и открыл рыбий глаз Попытался начать все заново Но та бойня на телебашне до сих пор не отпускает Фрэнка Он каждый день переживает ее от начала до конца Только выпивка помогает ему забыться Видел его во время запоя Алкоголь не поможет ему справиться с горем А теперь представь, какой он когда не пьет Расскажи о Луан Фрэнк говорит, что у таких женщин, как она, были коктейльные позывные Кровавая Мэри, Маргарита со льдом Луан – горячая штучка со взрывным характером Поверь, лучше ее не доставать Один раз перейдешь ей дорогу – все, игра окончена Мне пора Подожди Хочешь немного подзаработать? И каким же образом? Работа простая Под рыбьим глазом есть станция метро Раньше там были ультрафиолетовые лампы отгонять зараженных Но больше они не работают Метро кишит зараженными Что случилось? Может, все дело в лампах, но вряд ли Их недавно меняли Может, кабель перерезан? Но как? Зараженные бы его не перекусили Понадобилась бы целая свора кусок С другой стороны, я слышал парочку историй О том, как зараженные действуют вместе Вроде как сообща Будто они умнее, чем кажутся Один парнишка у стойки рассказывал, как угодил в ловушку Утверждал, что однажды толпа кусок загнала его в тупик в темной зоне Умышленно И они были совершенно не похожи на безмозглую толпу Ему удалось выжить только потому, что он забрался на бак и дотянулся до лестницы Но я не сильно в это верю Будь такое возможно, происходило бы куда чаще Мог сгореть предохранитель Лучше всего начать с электрощитовой Хочешь, чтобы я включил лампы? Да Иди в электрощитовую Наверняка там просто предохранитель перегорел Тогда сможешь оттуда перезагрузить основной генератор Прежде чем уйдешь, я дам тебе кое-что полезное Особый коктейль, чтобы как следует согреть этих кусок Немного самогона, бутылка и старая тряпка Но штука мощная А если не хочешь поднимать шум, можешь просто прокраситься мимо Когда включишь ультрафиолет, они все равно поджарятся А ты сэкономишь славный самогон Хорошо, я займусь Тошнит от пропагандистских постеров Ой, не строй себе обиженку Я просто похвалил твои сиськи Давай я сделаю комплимент тебе по яйцам Все в порядке? А вот ты где Стоило тебе отойти и сразу пристал какой-то урод Извини, чувак, я тут присматривал за твоей девушкой Так где твой парень? В баре, покупает мне пиво Давай, возьми и себе кружечку Я тебя раньше не видела Откуда ты? Не имеет значения Я ищу друга Не видела Джоша? Он здесь завсегдатый Может быть Тебе зачем? Хочу с ним посплетничать Я тоже могла бы обменяться историями Но если я его увижу, я дам знать Он кое-кому в баре дал порожа А потому его здесь не жалуют Пока Эй, а пиво? Не волнуйся, я допью И живешь на широкую ногу? Слышал, ты спрашивал о Джоша? Ищи его на крыше Спасибо Эйден, идти нужно, когда стемнеет Днем там полно тварей Спасибо Удачи внизу Ну же, расскажи Она все еще встречается с этим Мой, мая Как мою помощь КОНЕЦ Эй, ты кто? Джош, хотел поговорить о Елене. Тебя Елена послала? Она что, последнюю заначку спустила? Или она хочет со мной встретиться? Никто меня не присылал. Говорят, ты знаешь о Елене кое-что интересное. Ага, конечно. Ты хочешь трахнуть ее, как и все мы. А теперь исчезни, пока я не разозлился и не подправил тебе лицо. Я тут музыку слушаю. Черт, зараженные! Бля-бля-бля-бля! Быстро, валим! Они вот-вот придут! Твои синюшные... Попарките мне с этим! Кобинет! Вы что? Предохранители! Живо! Где же он? Сидите! 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 Не нравится мне... ...происходит. Сидите! 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 Не нравится мне. Верните, сучары! Не нравится мне это? Хватит уже тянуть кота за яйца, петушара! По помощи мастерской игры Опичningen... Спасибо. Говори, что такого ты знаешь о Елене? Ладно. Мы с ней встречались, когда её муж погиб. Её мужчины помирают. Трое подряд, понимаешь? Я тратил на неё все свои деньги, как в последний раз. А затем, бац, и нет их. Тут я быстро в себя пришёл и понял. Яд! Она травила своих любовников. И меня тоже. Яд? Какой? Есть у неё старый рецепт. Кажись, бабуля по наследству оставила. Видимо, у тебя было алкогольное отравление. Думаешь, я разницы не знаю? Выпивка меня и спасла, я уверен. Прибила этот яд в моей крови и спасла мне жизнь. Елена – чёртова ведьма. У неё в квартире куча такой херни. Хранит её в оранжевых банках. Сам посмотри, на корабле. Хорошо, я проверю. Субтитры создавал DimaTorzok. Он также ждал тебя. Он неаничебный болит? Он зафиксил ее. hav Продолжение следует... 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 Николас, я в диспетчерской Хорошо, найди выключатель Николас, выключатель не работает Вот черт Есть другой способ Хочешь попробовать? Да, давай Внизу должна быть электрощитовая с армейскими генераторами Поищи лифт Может спустишься по шагу Что делают в метро военные генераторы? Тоннели использовались для перемещения войск Но сперва избавлялись от зараженных А для этого нужно много света И следовательно много электричества Субтитры создавал DimaTorzok 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 Николас, сработало Генераторы включились Значит все это было байками Возвращайся скорее У меня тут для тебя заготовлено холодненькое пивко Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, Мэтт нанял его шлепных полковников Извини Ну уж, расскажи Просто иди за ними Я впечатлен Если честно, не ожидал, что ты доберешься туда Дело есть дело Луан права, ты чертовски упорный сукин сын Чем я еще могу тебе помочь? А что это за химическое дерьмо там было? Его создали, чтобы ускорить переход инфекции в терминальную стадию И по сути убить зараженного через преждевременное старение Предполагалось, что оно не будет действовать на здоровых или недавно укушенных вроде нас Но все пошло не так Так вот, почему мой биомаркер сходил с ума Ага Но это еще не самое худшее Говорят, военные знали, что эта херня смертельно опасна Но их вполне устраивало, если мы все погибнем Почему? Только полковник знает Но этот старый хер никогда не вылезает из крепости Но если ты действительно хочешь узнать правду о ВГМ Осмотри их лаборатории Они разбросаны по городу Один господь знает, что за дерьмо там осталось Откуда столько знаешь о военной инфраструктуре? Я бармен Здесь бывают ребята из ВГМ, естественно, в тайне Военные, пытающиеся залечь на дно Даже всякие важные министры После пары стопок Они всю свою жизнь тебе перескажут Я узнал о генераторах в метро От одного дерганого мужика в очках Был похож на учителя истории на пенсии Воспитанный Хотел душу кому-нибудь излить Вскоре его повесили за военные преступления Есть работа? Ну, ты мог бы присоединиться к курьерам Особенно, если хочешь изучить город К курьерам? Не расскажешь о них? Гильдия курьеров Элитный отряд посыльных, которые доставляют письма и посылки по всему городу Что-то вроде пилигримов, только в городе И они не преступники, которые шарятся в поисках работы Без обид, друг Без обид Они знают каждый уголок С ними ты быстро выяснишь, где и что находится Базу их найдешь на Даунтаун-Корт Внутри станции метро с тем же названием Передай письмо Дрискалу Он глава гильдии Серьезный мужик Он даст тебе шанс Ему можно доверять Спасибо, Николас Мне пора И тебе, Эйден С твоими навыками без работы не останешься Но смотри, во что ты ввязываешься Никогда не верил, что ночные бегуны существуют Сказки это все Ну же, расскажи Она все еще встречается Хорошо, что у меня есть работа И мне не нужно об этом беспокоиться Что? Мы также сидели здесь И говорили Ты права Нет Ты не знал, что мы не кричим Стой Одно неверное движение И я прирежу тебя, как свинью Ты? Значит, ты вор Кто бы говорил Да пошел ты Это моя квартира Вали, пока я не вызвала охрану Давай Они захотят узнать о твоем яде Значит, ты нашел Джоша И он сказал, что я пыталась его отравить А еще ты морочишь голову торговцу Чтобы забрать себе его магазин и деньги Верно? А ты умеешь хорошо убивать Верно? Послушай Мы все стараемся выжить Я нахожу болванов, которые осыпают меня деньгами И если они так делают То для меня это беспроигрышный вариант Но я никогда никого не убивала Никогда С чего мне тебе верить? Ты поверил пьянице Почему бы не поверить мне? Но не все так просто Помнишь четырех мужчин В смерти которых ты замешана? Почему ты думаешь, что их убила я? А они вирус? Или зомби? Послушай, сопляк Это лекарство Моя мать была врачом и научила меня кое-чему Откройте Что происходит? Встрячь это быстро Елена убила четверых Вот этим ядом Это не яд, просто проверь Спроси у ведуньи, у чумной ведьмы На острове Святого Павла Она подтвердит, что я не вру Это шарлатанка? Брось Если это твоя лучшая свидетельница Тебе конец Спасибо, Эйден Эта сука получила по заслугам Как ты уговорила отца сдать ее стражникам? Это было непросто Но я ужасно боялась Не знала, можно ли тебе доверять Мне больше нечего дать Но я поговорю с отцом Уверена, он будет рад тебе в своем магазине Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...